Я уверена, все знают, что в Индии однополая связь больше не является преступлением. И я думаю, что большинство молодых людей очень рады этому. Но когда мы приходим домой и обсуждаем что-то подобное с родителями, с людьми старшего поколения, они говорят, мы не будем спорить с вами, мы не будем навязывать вам свои взгляды. Но это противоречит нашей религии. Хочется узнать ваше мнение о ЛГБТ-сообществе и гомосексуальности, как они соотносятся с религией. Вероятно, до сих пор в обществе, в СМИ, в социальных сетях люди, как правило, выступали либо за, либо против. Давайте какое-то время не будем выступать ни за, ни против, а просто посмотрим на ситуацию, как она есть. Можем так сделать? Посмотрите на меня. Я не ханжа. Давайте сразу это проясним. Когда мы говорим «сексуальность», следует понимать, что это заложено в нас природой. Потому что иначе продолжение рода или сохранение вида было бы невозможно. Конечно, мы, люди, полагаемся больше на мозг, чем на тело. И в какой-то степени мы ушли от репродуктивных целей и пользуемся только аспектом удовольствия. Да? По большей части это и есть сексуальность в современном мире. Но, по сути, это наслаждение тоже является частью сексуальности, потому что, если бы не было наслаждения, возможно, вы и я не появились бы на свет. Наши родители не стали бы заниматься этим, если бы это не сопровождалось наслаждением. Да или нет? Так что мы здесь благодаря этому. Поэтому нельзя ничего отрицать или замалчивать. Это не выход. Но у людей есть свои сексуальные предпочтения, которые не имеют ничего общего с процессом размножения как таковым. Это их личный выбор, потому что у каждого человека есть право делать со своим телом все, что он хочет. Потому что это его тело. Если вы собираетесь нанести себе вред, отрезать нос или еще что-то, тогда, возможно, мы попытаемся вам помешать. Но если вы не причиняете себе никакого вреда, тогда то, чем вы занимаетесь, это ваше дело. До тех пор, пока вы делаете все это в своем личном пространстве. Решение Верховного Суда гласит, то, чем человек занимается в своем личном пространстве, никого не касается. Правительству нельзя заглядывать в спальни людей. Вот о чем этот закон. Что касается непринятия со стороны религии, это не вопрос веры. Нам не нужно устраивать гонения, подвергать их дискриминации или сажать в тюрьму. В этом точно нет необходимости. Но в то же время нет необходимости и рекламировать их. Когда ваши родители что-то говорят, они могут ссылаться на религию, потому что для них в ней заложен авторитет. Забудьте об авторитетах, просто вслужитесь в слова, и если в них есть смысл, то так и поступайте. Если смысла нет, вежливо скажите им, для меня это не так. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»